Сеня мой любимец, моя радость, моя гордость. Сняла мешочки и поэтому показываю во всей красе. Смотрите, сколько там всего висит. Я думаю, что большинство гроздей здесь больше килограмма, где-то и по две грозди на побег. Видите, какая красота. И там еще есть вторая плоскость. Конечно, вторую плоскость мы немножечко разгрузили, но тем не менее видно. Вот я перешла на другую сторону шпалеры, чтобы было видно, что здесь тоже гроздочек есть, хотя уже часть их и поедена. Цвет может быть несколько различным от темно-розового до вот такого темно-синего. Кстати, в прошлом году я вам его показывал прямо темно-синим. Ну, тогда он так окрасился. В этом году он окрасился немножко по-другому. Конец августа можно есть. Стандартно всегда созревает, но может долго и хорошо висеть на кусте. Сладкий единственное в этом сезоне что-то у нас проблема с мускатами. Или жара, или дожди, или что-то еще, или нагрузка. Нагрузка, сами видите, здесь. Тут и побегами нормальная нагрузка. Мы их размещаем. Сантиметров через десять-пятнадцать, а не через тридцать. Тут вот видно расстояние. Нормальный куст нагружен. То есть может даже из-за нагрузки. Но мускатик в некоторых ягодках присутствует, а в некоторых нет. Но он и без муската очень вкусный. Приятная конфетка, но мне напоминает леденец какой-то. О брасине я, наверное, могу говорить часами и расхваливать его часами. Потому что сорт действительно достойный. Мало того, я считаю, что он как-то незаслуженно обойден вниманием. Потому что то, что я вижу на своем участке, по праву я могу его назвать лучшим сортом. И с каждым годом он все показывает себя лучше, лучше и лучше. Дальше, смотрите, глаза вызревшие. Вот я веду, 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 веду. Видно, что практически до верха. То есть с этим вопросов нету. С нагрузкой вопросов нету. С урожайностью вопросов нету. Со сроками созревания вопросов нету. Значит, у меня в этом году ягода не трещала. Несмотря на то, что грозди у него плотные. Но как бы в плане треска пронесло. Единственное, что птицы. А после птиц сразу же осы. Достаточно птице чуть-чуть ягодку надклюнуть. Все. Тут же пришли осы. Осенние все-таки очень сладкие, ароматные. Поэтому, конечно, осы его подъедают. Вон видно, да. Не все я гроздочки здесь закрывала. Потому что их много. Часть закрыла, а часть все-таки немножко повредилась. Что еще хочу показать? Смотрите. Это пасынковый урожай. Он уже окрасился. Сейчас мы, кстати, попробуем. Он уже сладкий. Ну, конечно, немножко такой вкус как бы размытый. Простоватый. По сравнению вот с тем, что внизу. Но если бы не было нагрузки там. Пасынковый урожай есть. Если дать еще ему времени повисеть. И, например, срезать основной урожай. То, в общем-то, тоже есть что поесть. И он созреет. Если убрать основной, он точно созреет. И смотрите. Это не одна какая-то гроздочка, которую я оставила показательно. Я их несколько пропустила. Видите? Да, мельче ягода. Да, мельче размер. Тут вот уже какая темненькая. Но здесь темная вообще вкусная. То есть с этим кустом всегда, всегда будете с урожаем. Вообще всегда. И, кстати, лежит он тоже неплохо. В прошлом году пару недель, может, даже три, либо четыре. Ну, чуть-чуть усыхал, конечно, вялился. Но лежал он у нас просто в доме. То есть не в каких-то специальных условиях. И мускат он не теряет, а наоборот все еще усиливается. И такое вообще конфетка-конфетка получается. И вот вес гроздочки сени. К сожалению, гроздь без старой даже невозможно разместить на весах. И вот такая вот она красавица. К сожалению, дождь. Поэтому невозможно показать во всей красе. Но вот это максимальная гроздочка. Здесь у нас сеня. Третий год кусту. Первый урожай. Ну, как видите, вот он, какой у него первый сигнальный урожай. Но там еще больше гроздей. Сеня относится к ультраранним сортам. 95-100 дней срок созревания. Ну, поскольку первое плодоношение, хотя он уже давно готов. Вот пока еще висит. Мог бы быть готов немножко раньше, когда уже куст войдет в полноценное плодоношение. Ну, уже начинает и гребешок созревать, и лоза созревать. Особо никаких болезней, ничего. Вкус очень приятный. Это у нас сеня. Видите, гроздья немножко разные по размеру. Для этого года это вообще не показатель. Здесь у нас две такие самые красивые. Ну, я думаю, что килограмм они легко вытянут. В прошлом году, кстати, сигнальный урожай. Вот тоже были вот такие вот, пару гроздей приблизительно такого размера. На 14 сентября полностью готов. Хорошо висит на кусте. То есть, если нет возможности сразу снять, либо хочется все время кушать свежую ягоду, то вполне может висеть. Не трескается. Ягода не загнивает. Несмотря на то, что здесь условия у него не очень, я покажу, здесь у нас доски лежат. А с другой стороны там много соседских кустов. И такой получается не очень проветриваемый коридор. Но несмотря на это, ягода ничем не поражается, ничем не болеет. И никаких проблем нет. Вкус такой похож очень на конфетку леденцовую. Очень приятный и тонкий-тонкий мускат. Такой нежный. Он не яркий. Он не выбивается. Он чувствуется немножко в послевкусии. Такой очень приятный. Иногда может встречаться такая тоненькая-тоненькая цитронная нотка. Тоже в некоторых ягодках она не явная. Вот это все вместе сбалансированно создает целую гармонию вкуса у этого сорта. Что касается самого куста, заметьте, уже вызревшая лоза. И вызревшая она где-то на 2 трети. Причем Сене никакая помощь в вызревании лозы абсолютно не нужна. Он прекрасно справляется со всем самостоятельно.